друзья привет вы на канале дэн тюнинг я денис иванов сегодня мы будем заводить очень интересный мотоцикл сегодня мы в гостях у нашего старого друга друг появись влад минск талибан помните да талибан мы еще не собрали до конца но обязательно соберем не переживайте короче сегодня мы с вами будем заводить очень-очень редкий мотоцикл сейчас я вам его покажу вы сами поймете что это такое Продолжение следует... Влад, что это за мотоцикл? Расскажи. Это мотоцикл Минск М105 с очень достаточно интересной историей. Его очень интересная черта заключается в том, что он новый. Несмотря на то, что выпущен он давно, в 1970 году, сам мотоцикл фактически не ездил. Короче, это капсула времени. Да, можно сказать так. Мотоцикл нашел один наш знакомый на заброшенном помещении одного из заводов в Калининграде. И как нам объяснили, он в свое время был куплен как курьерский мотоцикл для сотрудников завода. Ну, так им никто и не воспользовался. В итоге завалили рулонами с бумагой какими-то, где, в общем-то, наш вот этот знакомый увидел, что торчит руль из-под залежи. И стал раскапывать, нашел мотоцикл и, в общем, забрал его оттуда с завода. И вот он оказался у нас. Пробег у него 30 километров... Тридцать один. Короче, куда-то он все-таки съездил, да? Ну да, куда-то он съездил, но совсем-совсем чуть-чуть. Ну, фактически, капсула времени, даже если вот глянуть, еще сохранился заводской солидол, несмытый на вилке. Консервация, да? Консервация, да. Конечно, немножко его коррозия подхватила кое-где, да? Ну, видно, да, что все равно, где-то, может быть, сыро было по ободам. Ну, резина, резина, видно, что вон, ничего тут на ней, вон, она новая абсолютно уже попрела. Попрела, жалко. Но вот он, оригинальное состояние. Бывает такое, когда... Сколько это? Какого года он? 70-й. 70-й год. Эту мотоциклу почти 50 лет. Ё-моё. Представляете, 50 лет мотоциклу, и мы сейчас попробуем его завести. Я специально намешал тут в баклажке бензинчика. Матюля, давай, Влад, заливай. Мотоцикл, вот как он есть, пыльный, он долго стоял, так его постарались сильно особо не отмывать. Я думаю, что это еще когда-нибудь обязательно случится, но пока еще как бы на выставке ехать на нем не планируется. Пока. Пока. В ближайшее время, но... Бак чистый. Бачок идеален. Он идеален. Вообще класс. Класс. Мне интересно, заведется он? Ну не разливай. Кривые руки. Ой. И это смотрите, оригинальный цвет, цировки, вот эти все картинки, это все оригинал. Все оригинальное. И видно, что и настоящий целый мотоцикл, новый. Заводской. Заводской. Да, это никакая не реставрация. Никто сюда даже еще ничего не касался. То есть, чтобы так, знаете, подшаманили и выдали его за новый. Ориго. Ориго. Это настоящий оригинальный соц. Ну что, Данчик, где у нас гору запуска? Да ну, перестаньте. Давай тебе, как хозяину, первое слово. Ну как, процедура простая, как на наших мопедах, на которых мы ездили в детстве. Открываем мензофран и утапливаем поплавок. Откуда-то потечь должно, да? Да, откуда-то. Ну, здесь не видно, здесь... Не, оно должно все равно стекать потом сзади по двигателю. С дренажной камерой. Да, смотрите, тут интересное такое, прям защитки все. Все на месте. Булки тут какие-то. О, он все, видишь, покапал. Все, значит, давай. Теперь знать бы, как у него зажигали, в каком положении вкыл-выкыл. Так, мы сейчас и будем тут его крутить, вертеть. А оно вообще тут крутится? Не-не-не, его надо утапливать ключик. А-а-а, утапливать. Ну, давай попробуем. Вот с таким ключиком достался. К сожалению, ключик, наверное, не родной. Все же. Потерян, думаешь, родной, да? Мне кажется, да. Ребята, тут интрига, потому что мы реально не знаем, заводится он или нет. Есть у него искра или нет. Когда мотоцикл почти 50 лет стоял. Может быть, все что угодно. Очень хочется, конечно, чтобы он вот прям сейчас взял и завелся. Очень хочется. Но Влад даже, по-моему, не знает, как правильно его включить. Я не знаю вообще, что это. Это ключ вообще? Покажи, что это за железка. Это ключик. Какой-то ключик был. Какой-то самодельный ключик. Самодельный ключик. Ну, с чем достался? На самом деле, да, ключи от него потеряли, потому что мотоцикл вообще непонятно чей. И документы от него тоже не нашли. Поэтому вот он такой. Он и на учете никогда не стоял, этот мотоцикл. Слушай, я все-таки предлагаю проверить искру. Давай мы сейчас выкрутим свечку. Посмотрим, есть ли у него искра простым способом. Что там? Что тут возиться? Я думаю, что мы, да, ключик сейчас будем поворачивать. Будем надеяться, что искра у него есть. У него же простое кулачковое зажигание еще, да? Будем надеяться, что кулачки там не окислились. И хочется, да, хочется сделать так, чтобы вот из ничего, да, подошел к 50-летнему мотоциклу, тыркнул, а он завелся. Но не всегда так бывает. Что там? Покажи. Изолятор специал. Это родная свечка, скажи честно. Понятия не имею. Но выглядит она не очень. Очень маленький зазор. Очень маленький. Слушай, там вообще зазор. Нет, он есть. Но действительно очень маленький. Ну что? Давай мы хотя бы искру проверим, посмотрим, что тут есть, нету чего-то. Чего-то тут есть, нету. Давай, ты будешь тыркать, я буду смотреть. Готов? Да. О, искра есть, нифига себе. Я вижу, слушай, есть искра? Да. Обалдеть. Слушай, ну все. Значит мы ничего не трогаем. Будем сейчас его дыркать. Будем дыркать, пока он не заведется. Слушай, мне вообще так интересно. Такой старый Минск. Мне интересно, как он работает. Потому что я... Ну, работу нового Минска я не знаю. Я даже не слышал никогда такого. Потому что мой Минск, который мне достался, он достался с двумя передачами. То есть уже достаточно ушатанный. И очень интересно послушать, как работает новый Минск с 70-го года. Я уверен, что это мотоциклы были отличного качества. Не абы что. А ты как думаешь? Какой информацией ты владеешь? Это я могу предполагать все что угодно. Ты знаешь? Давай. Я думаю, что я с тобой соглашусь. А у него тут никакого обогатителя, ничего нету, да? Ну. Вот что-то там есть. Слушай, крутится что-то. Куда-то. Куда-то что-то крутится. У него снимается сидушечка, да? Угу. Очень интересно. Ух ты! Ага. Что? Сейчас мы его перекроем. Ага, вот так обогатить. Понял? Давай, пробуй. Мы наружу его пересосали, не? Ох, не знаю. Короче, открывай воздухом. Открывай. Есть такое дело. Каждая техника требует еще своего подхода. Если бы еще знать, как она вообще заводится правильно. У меня никогда не было нового Минца. Еще и там есть декомпрессор. Еще может и свеча плохая быть. Что-то может быть туда кто-то свечку когда-то умыкнул, а на место вкрутили свечку от Явы, да? Изолятор. Это Явовская? Да, это похоже на Явовскую. Зря ты, наверное, ее еще подсосал, потому что там вот так уже... Ну-ка, давай газани. Ну, это не полный газ. О-о-о-о. Ничего себе. Первая вспышка. Ес. Ес. Все, отлично. Значит, сейчас мы его подыргаем. И он должен завестись. Это уже очень приятно. Давай. Вот. Схватывает. Схватывает. Нужно больше топлива. Нет. Нет, ребята, стоп. Он хочет ваших лайков. Сто процентов. Давайте быстро сейчас, пока вы не поставите нам кучу лайков, мы подождем. Подождем, подождем. Давай. Минск тоже ждет. Давайте. Поставили? Все, давай, короче. Давай, все. Поставили. Сейчас сто процентов будет работать. Давай. Давай. Оба-на. Нифига себе. Он еще и стреляет. Перелили. Дым черный. Давай-давай. Сейчас мы разалили его. Ты уже все? Это пыль 70-го года вылетает. Заводская еще, да, кстати. Давай-давай, нормально. Ты уже взмок? Человек-большая нога сейчас будет. Может, он на Матюле работать не хочет? Что ты в меня залил? Сатанинское зелье. Да. Французское сатанинское зелье. Да. Я думаю, что за 50 лет он просто немножко забыл, наверное, как работать. Как ты думаешь? Может такое быть? Может. Поставь его ровно. Сними, убери подножку. Давай. Просто у него, наверное, концевик стоит там, ограничитель. Ну, на подножке. Да. Чтобы он не работал на подставке. И GPS-датчик. Давай. О, отлично. Сейчас, сейчас он вспомнит. Уже, уже начинает потихоньку. О, отлично, отлично, отлично. Сейчас, 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 ребят. Все, он сейчас... Он вкусит сейчас масло. Может, там еще что-то у него внутри, там, много чего налил. Все, все, он хочет уже. Сейчас поедет. Так. Может, действительно... О, нога. А свечка есть вся другая какая-нибудь? Возможно. Я думаю, это свечка, наверное. Давайте. Поставьте лайк, кто считает, что это свечка. Во-во-во-во-во-во-во, давай-давай, родимый. Ну, нет. Сейчас. Все, давай, давай попробуем. Так, стоп. Давай, давай, давай. Нет, слушай, блин. Это топляк. Это топляк. Что топляк? Мало, наверное. Топлива мало. Какая-то, да. Чуть-чуть, чуть-чуть добавим и поглядим. Ну, давай. Топляк. Что-то у него там, может, у него... Может, у него там что-то и внутри окисывается в карбюраторе. Мы же не знаем, в каком он состоянии. Ни кто туда не лазил. Мне кажется, это свечка. Давай свечку поменяем. А, где бы ее взять еще? Давай, сейчас что-нибудь найдем там по сусекам. Я уверен, у тебя что-нибудь есть там в заначке. Да. NGK спасет мир. Лата, тебе заплатили за рекламу NGK? Честно говоря... Говно, свечи же. Говно. Я от него такого даже не ожидал, что он будет рекламировать тут. Нам за это не заплатили, Влад. Ну, мне кажется, это лучше, чем изолятор. Почему? Явовские свечи. Фирмы этой нет уже, поэтому можно рекламировать. Если ты будешь плохо себя вести, тебя поместят в изолятор. Оооо. Так. Ответственный момент, давай. Ух ты. Да не-не-не, оно же все... Нет, значит, дело не в свечке. Да, чего-то ему не хватает. Чего-то не хватает. Наверное, топлива. Ну, он уже работает, ребята. Уже работает. Смотрите, я газу даю. Сейчас он поработает немножко. Дадим ему возможность вспомнить, как это делается. Ну, это я забыл газонуть. Денчик-денчик. Не, не надо. Да, ты наоборот, на разперелил уже его. Да, что-то работает он не очень. Совсем нет. А тут к нему никак не подлезть, да, карбюраторы? Винтов там не видно, никаких отверстий нету регулировочных. Видно, но они все с этой стороны. Закрыто все, да? Можем снять, конечно, аккуратненько, нет? Ну, давай попробуем. Попробуем. Что-то он не хочет работать нормально. Какие-то перебои у него идут нехорошие. Дерен, деден, деден. Мне кажется, кто-то катается на мотоцикле недалеко от нас. Да, думаешь? Это, наверное, духи этого места. Это дух мотоцикла Минск, наверное. И он там резвится, говорит, давайте, давайте, ковыряйтесь. Дуралеи. Ну, что-то он как-то, да, такой, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Перебои какие-то идут у него такие. Нечисто работает. Нечистая сила. Нечистая сила, да. Ух ты, ух ты, ух ты. Слушай, мне кажется, или это красный герметик? Воу-воу-воу, полегче. Может быть. Кто-то нас обманул, наверное. Ну, это не я. Опа, ничего себе. Ребята, вот это поворот. Вот это же поворот. Вот чего я не ожидал, так это увидеть красный герметик на мотоцикле 70-го года. То есть герметик не 70-го года? Нет, тут какой-то явно подвох. Ну, это фигово. Ну, кстати, за это время могли и сальники запросто рассохнуться, и тут всё что угодно может быть с ними. Дай мне отверточку. Такое ощущение, как будто тут винт закручен вообще совсем наглухо. Офинем она может быть. Так. Сейчас посмотрим, сколько тут оборотов. Что-то тут и оборота, по-моему, нету, да? Угу. Давай, дергай. Мне кажется, он сейчас заработает. Ну, он уже работает. Давай, давай. Давай. Да, вон, мухи мёртвые на карбюраторе. Ты что сделал? Пошевелил. Да, ребят, интрига. Интрига. Что-то ему не нравится, да? Посмотрим. Там вообще на месте всё. Иголочки там всякие. Что там есть у него? Фиголочки. Иголочки, фиголочки. Слушай, ну всё новое. Видно, заслоночка новая. Стоит она в среднем положении. Это хорошо. Это радостно. Карбюратор К-36. Абсолютно новый. Видно, что он тут. Муха ещё над ним не глумилась. Так. Но работать он не хочет. Так, ощущение как будто что-то не хватает. То ли бедная смесь. Давай, с той стороны зачепи. Давай. Прямо, чтобы зачепило. Не хватает сила. Там неудобно. О, всё. Так. Ну давай ещё попробуй. Подёргай. Я покручу тут, может, винт. Что, хочешь сказать, что он нагрелся? Да. Но он тёплый, да. Горячий даже. Вот и я думаю. Нормально, пусть. Он уже прогрелся. А работать не хочет. 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 все ладно ребят я думаю что нам наверно не стоит его мучить дальше да надо залезть ему в кишечке и поглядеть мы хотели сделать коротенький ролик такую заводку ну вот как есть так есть то есть заводку заводку из-за пива пуск хотелось сделать такой запуск двигателя но он как как интрига он так и состоялся собственно работать он вроде работает но не очень почистить кулачки ребят я предлагаю так если вы хотите продолжение доставьте лайком и посмотрим если это видео наберет много лайков тогда мы сделаем отдельное видео посмотрим в чем проблема приведем старичка уже в порядок прокатимся на нем возможно поищем еще что-нибудь вот такой вот вдруг найдем еще да если вам понравилось видео с заводкой старой техники ставьте лайк обязательно пишите свой комментарий кстати напишите по вашему в чем проблема то есть почему так он то есть есть у него есть сейчас хлопки в карбюратор и выхлопную трубу как вы считаете в чем в чем проблема а мы уже дальше будем смотреть разбираться и влад спасибо тебе за то что пригласила и за то что мы завели такой интересный чудесный мотоцикл обнаружили тут интересные косяки с красным герметиком кто-то поглумился ну ладно все друзья всем спасибо что были сами пока до новых встреч а